Эй, всем привет! И вы на канале Мое Детство. И сегодня я вам покажу свою новую коллекцию SCP, которых я придумал сам. Их нет на сайте, нет в игре, потому что их придумал я. Ну что же, поехали! SCP водица класс Евклид. Она представляет собой воду в виде женщины. Она очень похожа на уже существующего SCP наядно, SCP-54. Но у нее есть некоторые отличия. Ее бусы, сумка и волосы сделаны из соленой воды. Все остальное тело из пресной. Также, если человек выпьет воду, из которой она состоит, то он сразу же отравится. Неизвестен состав этой воды, но она всегда плачет. И каждый человек, который ее видит, хочет к ней подойти. После этого она говорит, что грустит, потому что никто не пьет воду. После этого человек всегда согласится выпить ее воду и отравится. Раньше водица была просто озером. Но неизвестно из-за чего она стала женщиной из воды. Она нашла парня. Она однажды вышла из своего озера. Раньше у нее были ноги. Она шла, прогуливалась по парку, который тогда был только лесом. И вдруг увидела мужчину. Они влюбились. Но в один прекрасный момент, когда они уже стали парой, они поцеловались, и мужчина отравился и погиб. Женщина долго плакала. После этого она ушла обратно к себе в озеро. Из-за того, что она очень долгое время находилась в воде, ее ноги превратились в платье. После этого она вышла из воды и пошла. Она плакала, привлекала людей. Они пили воду и травились. Теперь эта женщина ищет того человека, который не отравится от воды. И который влюбится в нее по-настоящему. SCP-Vendigo класс Кето. Это гуманоидное существо с серой кожей. Он появляется только в своем собственном лесу. Каждый человек, который зайдет в лес, будет голодать, и ему будет очень холодно. За его спиной появляется Вендиго. И Вендиго ложит руку на плечо и вселяется в тело человека. После этого он телепортируется в любое место в мире, съедает человека и обертывается в его кожу. После этого телепортируется обратно в свой лес и переселяется обратно в свое тело. Так что у человека проходит его чувство голода, и ему уже не холодно. Но после этого человек через две недели погибает. SCP – милые глаза. Класс безопасный. Их всего шесть. Есть один главный, он оранжевый. И несколько остальных. Каждая из них – индивидуальная личность. Хотя может показаться, что они одинаковые. Они представляют собой оживших липучек, которым можно все еще прикрепить друг к другу. Но они обрели разум. Они очень милые, поэтому этим и славятся. Но также они живут в большой общине. Они могут из своих глаз создавать еще таких же глазастиков. Но фонд SCP решил, что им хватит шестерых таких. Так что все попытки создания еще таких глазастиков притесняются. SCP – парик одержимости. Класс Евклид. Это обычный парик, который находится на голове манекена. Своими способностями этот парик напоминает маску одержимости. Но он надевается на голову. Его нашли в 1804 году в заброшенном доме. На этом же самом манекене. Этот парик надела одна из женщин. И вдруг ее телом овладел этот парик. Вместо голоса женщины начал идти голос другой женщины. Чьи волосы и были основой этого парика. Оказалось, что однажды проживала женщина. И вдруг ее муж решил, что она ведьма. Ее решили сжечь. А ее волосы содрали и сделали из них парик. Потом ее муж уехал из дома. А дом остался заброшенным. Муж забыл про парик. Поэтому он так и остался. Так и неизвестно, как в парик вселилась душа этой женщины. Но каждый раз, когда человек надевает этот парик, то им овладевает женщина. Но в отличие от маски одержимости, парик не пытается убить своего владельца, сбежать. Он просто общается и живет как обычный человек. ССП маникюрная машина. Класс Евклид. Изначально ее класс был безопасный. Но после одного инцидента она стала классом Евклид. Она представляет собой робота-женщину, присверленную к металлической дощечке. У нее есть две руки. Одна из рук полностью находится в силиконе. Что придает ее руке вид, что она настоящая. К ее спине поделаны еще две руки. У одной вместо кисти находится скальпель, а у другой специальный фонарь, чтобы быстрее застывал лак. ССП маникюрная машина может сделать вам маникюр, пластическую операцию, педикюр, нарисовать рисунок. И еще многое другое может что-нибудь починить. У нее синие волосы. Она выжила после пожара. Вот ее история. Она работала в одном магазине. Название неизвестно. У нее было множество коллег. Ее изобрел ученый под именем Фредерик Альберт. Он сделал ей голову, но ноги он так и не успел сделать, потому что у него случился сердечный приступ. Он отвез ее на работу в это заведение. После чего она работала, делала пластические операции, маникюр и педикюр. Чинила мебель и стирала одежду. Но в один ужасный момент в парикмахерской случился пожар. Она на своих двух руках попыталась выползти из парикмахерской, но только повредила себе руку. Ее нашел фонд в обломках здания. После этого они попытались включить ее. Она включилась и начала делать маникюр. Но произошел инцидент. Она убила женщину, потому что у той не было денег, чтобы расплатиться. После этого класс маникюрной машины повысили до Евклида. СЕВИ подарочный робот. Класс безопасный. Это робот. Он умеет телепортироваться. Он телепортируется во все дома в Америке и дарит подарки людям, которые чего-то хотят. Именно то, чего они хотят. Хочешь Мерседес? В подарочной упаковке будет ключи от Мерседеса. Фонд не может его поймать, так как он все время телепортируется. Но по истечению 10 дней перед Рождеством он отключается в последнем месте, в которое телепортируется. Так что фонд держит его практически весь год у себя. А потом он телепортируется. А всем людям, которые его видят, фонд SCP стирает память. SCP – грязевой монстр. Класс безопасный. Это обычный сгусток грязи, который на помойке нашел маску и надел ее. Он разумен. Также он может из своей грязи создавать разные предметы. Грязь потом восполняется. Зачастую он создает ненужные никому предметы. Например, дарит кольцо собаке. Хотя собакам кольца, как известно, не нужны. Хоть он очень милый, но практически бесполезный. Ну что же, вот и подошел мой обзор к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, кого напоминают вам мои придуманные SCP. А еще предложите своих придуманных SCP. Ну что же, всем пока!